Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Ученые из Национального центра научных исследований, Сиенарес, Франции объяснили природное явление под названием «байкальский дзен». Им удалось воспроизвести его в искусственных условиях лаборатории, сообщается на сайте ведомства. Название «байкальского дзена» получило нетипичное расположение камней на льду озера Байкал. В течение зимы они словно поднимаются на ножках и становятся похожими на композиции из японских садов камней. Французские специалисты заявили, что ледяные ножки под камнями возникают из-за сублимации процесса испарения, в результате которого лед испаряется без перехода в жидкую форму. Этот феномен образуется на Байкале из-за сочетания климатических условий, стабильной ясной погоды и сильных ветров. Солнце над Байкалом светит до 2200 часов в год, поэтому лед под камнями плавится. При этом ветры двигаются в разных направлениях, поэтому лед не успевает перейти в жидкую форму и сохранить ее. Тень от камня закрывает только часть льда, которая и превращается в ножку, остальной же лед выдувается после нагревания. Подобную версию возникновения «байкальского дзена» предлагали и ранее. Однако полноценное описание явления ученые предложили только сейчас. Ранее группа ученых из России и Франции нашла возможное объяснение загадочным гигантским кругам из льда на Байкале. Стало известно, что они формируются из-за движения воды и температурных отличий. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Продолжение следует...